Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я попытаюсь ответить на вопрос одного из наших подписчиков. Он пишет, у сливы все листья в дырочку, что естественно не дает ей развиваться и плодоносить. Что только не пробовали. Пока толку нет, уже три года боремся. Подскажите, пожалуйста, что делать. И хотя я категорически против ставить диагноз на расстоянии, не видя в живую растение, тем не менее, с большой долей вероятности, могу вам сказать, это болезнь. И называется она клястероспариоз, ну или попросту дырчатая пятнистость. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Присмотритесь внимательно к своей сливе. Если в середине лета у нее на листовой пластине образуются такие коричневые бурые пятнышки, внутри которых постепенно листовая пластинка высыхает и проваливается, образуется дырочка такая, то вот эта самая болезнь есть. Клястероспариоз, как я сказал, или дырчатая пятнистость. Могу вас обрадовать, решение у этой проблемы есть. Единственное, что от вас потребуется, это немножко потрудиться. Но прежде чем рассказывать о том, как лечить эту болезнь, нужно немножко подробно рассказать, как она, собственно говоря, развивается. Это грибковое заболевание. Поэтому, соответственно, разносятся споры вот этого грибка ветром. Причем разносятся на довольно большие расстояния, на несколько километров. Они оседают на листовые пластинки, эти споры. И при благоприятных условиях, а что такое благоприятные условия? Пластинка должна быть влажной, то есть погода сырая должна стоять. Вот при влажной погоде, при мокрой пластинке листовой, они прорастают, эти споры, и происходит, собственно говоря, заражение. Кстати сказать, заражается не только листовая пластина, но еще и сам побег может заражаться. Вот такие побеги лучше сразу удалять полностью. Начнем, как всегда, с профилактики. Во-первых, выращивайте те сорта сливы, которые устойчивы к этому заболеванию. Придя в садовый центр, вам эту информацию обязательно расскажут. Во-вторых, проводите полный комплекс агротехнических мероприятий по выращиванию сливы. Рыхлите приствольные круги, уничтожайте корневую поросль, своевременно поливайте, своевременно удобряйте. Не наносите лишних механических повреждений дереву. А если вы заметили, что дерево выделяет камень, особенно в больших количествах, зачищайте, обрабатывайте. Про это у нас снят целый видеосюжет о том, как бороться с каменью течением. Не забывайте также удалять все мумифицированные плоды, которые остались на дереве, собирать из-под дерева все обрезанные ветки, опавшую листву, и все это уничтожать. Грибковые заболевания компостировать нельзя, их нужно именно сжигать. Ну, а наконец, если вы обнаружили все-таки у себя это заболевание, естественно, нужно прибегнуть к помощи наших любимых фунгицидов. Ну, я для себя выбрал два таких фунгицида для обработки, называется Скор и Топаз. Предвидя ваш вопрос, почему именно эти препараты? Ну, во-первых, они себя хорошо зарекомендовали, я ними пользуюсь неоднократно. Во-вторых, они недорогие, они хорошо хранятся, то есть не требуются каких-то особых условий хранения, поэтому их можно всегда впрок иметь. Они хорошо действуют также и против других заболеваний, скажем, мучнистая роса, как амикоз, поэтому, опрыскивая сливу от клястера спариоза, я одновременно обрабатываю и другие деревья от других заболеваний. Ну, и, наконец, специалисты советуют использовать не менее двух препаратов разных, потому что у грибка возникает такая уже привыкаемость, они не реагируют на эти фунгициды. И желательно использовать фунгициды с разными действующими веществами. И хотя скор и топаз имеют одно и то же действующее вещество, но все-таки оно у них немножко разное. В принципе, в качестве альтернативы можете попробовать, например, хорус. В общем, используйте те фунгициды, которые наиболее подходят именно для вас. Следующий вопрос. Когда и сколько раз проводить обработку этими препаратами? У нас на эту тему тоже снято видео. Посмотрите, так и называется виды весеннего опрыскивания. Ну, я так напомню вкратце. Первую обработку стоит проводить по так называемому зеленому конусу, когда только-только проклевываются еще первые почки. Вторая, ну, приблизительно дней через 15, через пару недель, когда появляется розовый бутон. То есть еще нет цветков, только розовые бутоны. Третья обработка проводится уже после цветения. Тоже где-то дней, недельки через две. Во время цветения ни в коем случае не обрабатывайте. Хотя эти препараты считаются, в общем-то, относительно безопасными, но я думаю, пчелам особой пользы от них не будет, поэтому лучше не экспериментируйте. Ну и, наконец, если погода дождливая, благоприятная для развития грибка, можете еще четвертый раз опрыскать. Ну, где-то тоже недели через две после третьего опрыскивания. Но имейте в виду, что хотя бы за 20 дней до сбора урожая вот такие химические обработки нужно прекратить. Вот. Ну и многие спрашивают, можно ли использовать медь-содержащие препараты для борьбы вот с подобными грибковыми заболеваниями. Можно. Если совсем ничего нет, то можете использовать эту классическую, нашу любимую бордорскую жидкость. Но имейте в виду, что этот препарат, он контактного действия. Он очень легко смывается дождем, и надо обработки проводить заново. Вот те фунгициды, которые посоветовал я, они системного действия, они впитываются в ткань растения и продолжают действовать даже после дождя. Итак, сегодня я вам рассказал, что такое клястероспариоз сливы и как с ним бороться. Кстати сказать, замечу, что вот этой болезни подвержены не только сливы, а практически все косточковые культуры. Поэтому вот эти обработки, которые я вам сегодня советовал, вы можете применять и на них. Ну а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видео канал на YouTube. Желаю вам побольше вот таких красивых плодов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!